Начинаю игру на ЧСКОМ. Играю с международным мастером из Швеции. Посмотрим, в какую схему он сейчас пойдет. Скорее всего, это каталон будет. Стандартная такая расстановочка. С взятием ДЦ, наверное. И здесь Ферси-2. Также хочу сказать о том, что на выходных, скорее всего, в воскресенье, я собираюсь провести прямую трансляцию. Буду там играть со зрителями, желающими, а также попробую оказать какое-то сопротивление игросмейстерам. На ЧСКОМ, как и в прошлые разы. Правда, пытаюсь сделать это более удачно. Так, тем временем соперник конем на Д5 сходил. Видимо, хочет коне на Б4 зарядить. Мне как-то нужно с этим бороться. Наверное, съем пока что на С4. И теперь вернусь Ферсиом на С2. То есть у меня на доске лишнее качество за пешку. Но у черных очень активная позиция фигур. И расстановка такая просторная. То есть разве что конь на Б8 еще не вошел в игру. Вот, пока что сыграю в А3. И буду стараться как-то мешать сопернику инициативу здесь развязать. Конь, видимо, на Д4 стремится. Нужно как-то помешать черным. Но постараться можно конь на С3. Разменять фигуры. Побольше. То есть на конь С3 Ферси С3. Ну, соперник решил конь Д4. Пока что напасть. Предложу размен. То есть готов даже, наверное, вторую пешку отдать. Лишь бы побольше фигур здесь разменять. Чтобы погасить инициативу соперника. Поэтому. Либо меняю Ферзей. Либо сейчас, ну, как минимум, легкие фигуры разменяю. Если соперник не согласится на размен Ферзей здесь. Ну, вот он отходит на Ф6. Дает мне возможность побить коня на Д5. Думаю, что лучше этого хода. Здесь вряд ли что-то можно найти. Правда, на конь Д5, ЕД Ферзь Д5, конь Ф3 неприятно. И там ладья на Ф1 подвисает. Вот это достаточно такой тревожный момент для меня в этой позиции. Поэтому, возможно, лучше будет сыграть пока что ладья с Ф на Д1. Таким образом. И на конь Ф3 уже смогу, наверное, свободно Ферзем взять на Ф3. На конь Ф3 тоже. Ферзь Ф3 будет. На конь Ц3, БЦ. Я думаю, что если одну пешку проиграют, то страшно от этого ничего не произойдет. Пока что побил БЦ. Взял Ферзем здесь. Ну и вроде как даже пешку не проигрываю. То есть, по крайней мере, разгрузился. Жить стало немножко легче здесь. Ну и ладью на Д7, наверное, в обжорный ряд. Завожу. Садея съесть на А7. Правда, тогда будет захват линии путем ладья Д8 неприятный. Можно попробовать здесь как-то ладья Б1 сыграть, наверное. Садея С4 провести. И разменять еще пару слонов. Такой есть план. Посмотрим, как соперник сейчас на это отреагирует. На слон Е4 уже готов занять линию ходом ладья Д1. Так, ладья Д8 предлагает размен первый соперник. Видимо, должен здесь брать. И играть С4 таким образом. То есть, чтобы нейтрализовать три пешки. То есть, считай, здесь мои пешки А3 и С4. Держу две его. Ну и нужно заходить теперь на ферзевый фланг. Слоном на Б8. И буду, наверное, успешно еще с эти пешки атаковать. Поскольку здесь ладья на Б1 уже удачно располагается для атаки. Мне кажется, смогу здесь какую-то игру навязать сопернику. Слона С7 далее. Ход Б5 невыгоден и за слон бьет С5. Но соперник, тем не менее, так ходит. Ну и просто две пешки у него здесь отнял. То есть, теперь по пешкам сравнялись. Но у меня лишние качества и очень опасная проходная по линии А. То есть, позиция, я думаю, должна быть близка к выигранной. Ладья Б8. Нельзя бить на А4 из-за хода слон Б6. Вот это соперник зевает. Наверное, партия заканчивается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.